Привет друзья! Я рад представить вам мою новую самодельную солнечную электростанцию. Компактную, но мощную, которая вырабатывает сразу 220 вольт, как в розетке. Ею можно пользоваться в пасмурную погоду и даже ночью. Для этого я ее снабдил аккумуляторами. Несмотря на свои маленькие размеры, она может выдавать до 500 ватт мощности, чего вполне достаточно для питания практически всех электроприборов. Основа этой мини-электростанции служат 34 солнечных элемента по 0,5 вольта и 4 ампера, которые я приклеил к стеклу на эпоксидную смолу. Для ее продуктивной работы важно выдавить пузырьки воздуха из-под элементов, чтобы свет не переотражался. Еще одно преимущество эпоксидки в хорошем тепловом контакте элемента со стеклом, благодаря чему кремниевые пластины не перегреваются. Я спаял все элементы последовательно и покрыл их с обратной стороны слоем эпоксидки, чтобы защитить от влаги. Корпус этой мини-электростанции выполнен из алюминиевых уголков, которые предварительно было вклеено стекло. В середину я установил еще два уголка, на которые будет крепиться остальная электроника. Чтобы пользоваться энергией от этой панели можно было в пасмурную погоду и ночью, я закрепил аккумуляторы. Благодаря накопленной энергии, значительно выросла кратковременная импульсная мощность. Я использовал аккумуляторы от бракованных чехлов от айфонов и соединил их по схеме 3S11P, то есть по 3 последовательно и по 11 параллельно. Можно использовать любые другие аккумуляторы. Важно, чтобы в итоге вышло 12 вольт. Ссылку на проверенные аккумуляторы с Алиэкспресса я оставлю в описании. Для того, чтобы их правильно зарядить, я поставил балансир. Эта плата защищает ячейки аккумуляторов от перезаряда, переразряда и распределяет энергию заряда равномерно между ячейками. Литий-ионные аккумуляторы нельзя заряжать напрямую без защиты, иначе они могут вздуться и взорваться. С одной стороны, я подключил эту плату к аккумуляторам согласно схеме, а с другой стороны, солнечные элементы через диод шотки, который я выпаял из старого компьютерного блока питания. Чтобы эффективно преобразовать 12 вольт в 220, я использую плату автомобильного инвертора с аппроксимированной синусоидой. У таких инверторов выше КПД, чем у инверторов с чистым синусом. Чтобы минимизировать потери, подключать инвертор нужно коротким и толстым проводом. Ну вот и все, теперь солнечная готова. Давайте посмотрим, как она работает. Для этого включаем питание инвертора. У нас сразу загораются два индикатора, которые я подключил. Один показывает заряд аккумуляторов, второй показывает ток потребления. Зная напряжение, можно узнать, сколько заряда есть в аккумуляторах. Соответственно, 12,5 вольт это 100%, а 9 вольт это 0%. То есть заряд кончился. Дальше разряжать их не получится, инвертор отключится. А зная ток, мы можем видеть, сколько энергии потребляется из солнечной электростанции. Но давайте посмотрим, как от нее работает разная техника. Вот я включил магнитофон, ноутбук, лампочку, телефон и вентилятор. И все работает. Хотя я использовал простой дешевый инвертор с аппроксимированной синусоидой, то как показала практика, все приборы от него работают нормально. А это значит, что нет необходимости ставить дорогой инвертор в чистый синус. Максимальная мощность получилась неплохой и может достигать 500 ватт. Хотя инвертор и имеет высокий КПД, но при максимальных нагрузках в нем довольно сильно разогревается трансформатор. Чтобы он не перегрелся, я установил маленький вентилятор. Внимание, халява! Биномо разыгрывает 500 долларов на счет в личном кабинете для подписчиков. Чтобы их получить, вам нужно всего лишь соблюсти два простых условия. Зарегистрироваться на сайте Биномо и написать в комментарии к этому видео ID личного кабинета Биномо и свою самую заветную мечту. Итоги конкурса подведем через неделю. Подробности в описании. И хотел добавить, Биномо это площадка для торговли бинарными аукционами, где за час вы сможете овладеть навыками трейда и начать зарабатывать деньги. Такая электростанция очень удобна в местах, где нет электричества. К примеру, на даче или в садовом участке, на пикнике или для туризма. Если вы много путешествуете на авто, то можно установить ее на крышу и пользоваться электричеством не переживая, что разрядится аккумулятор машины. В обычной квартире она тоже может быть полезна на случай отключения света. Благодаря аккумуляторам ее можно будет воспользоваться даже в темное время суток. И потом пополнить заряд, когда выйдет солнце. А теперь немного технических данных этой батареи. Общая емкость аккумулятора у меня составила 230 Вт-часов. А это значит, что ноутбуком и другими маломощными приборами можно пользоваться почти целый день в пасмурную погоду. Мощность же солнечных элементов в солнечную погоду составляет около 50 Вт. Хотя это и немного, но энергия идет постоянно. Если учесть, что более мощными потребителями мы пользуемся не постоянно, и есть перерывы, этого хватит, чтобы поддерживать заряд аккумуляторов. Теперь мне отключения света не страшны. Пускай хоть на месяц отключают. У меня есть неисчерпаемый источник энергии. В предыдущих видео я собирал простую и недорогую USB электростанцию из 12 последовательно соединенных элементов и пауэрбанка. Если не видел, посмотри. Тогда я перепробовал много пауэрбанков и лучше всего себя зарекомендовал Блицвульф. У него оказался высокий ток заряда, а это значит, что используется вся солнечная энергия без потерь. И поддерживают USB 3.0, что позволяет быстро заряжать не только смартфоны, но и планшеты. Сейчас строится большая, мощная солнечная электростанция. Готовятся аккумуляторы, закуплена часть оборудования. Так что ожидайте скоро выпуск про мощную солнечную электростанцию, способную запитать один или сразу несколько домов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok